Какой! Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Дэвис и сегодня я хотел бы начать свой выпуск по игрушке ZONE ONLINE с одной очень интересной темы, которая буквально сегодня утром взбудоражила умы игроков в эту игрушку. Ну, весьма интересную стоит отметить. Следующая новость имеет место. Игрушка вдруг стала бесплатной. Как такое произошло совершенно непонятно, но тем не менее так оно и есть. Игрушка стоила 29 рублей буквально вчера, ну и сегодня утром по московскому времени, конечно, ну скажем там часов в 6-7 утра она вдруг резко стала бесплатной. Что это значит? Вот лично я не смог зайти в игру со своего аккаунта Steam. То есть я купил игру за 29 рублей. Копейки, согласен, абсолютно. Купил ее и не смог зайти со своего аккаунта. То есть первые две серии, которые я записал по этой игрушке, я бегал по своему Steam аккаунту. Никаких проблем не было. И сегодня утром я не смог зайти в свой аккаунт ZONE ONLINE, в свой Steam аккаунт. Более того, я не смог в игру войти вообще. То есть нажимаешь на игру в Steam, ну как обычно, нажимаешь кнопочку играть, и игрушка вообще не запускается. Сейчас я играю под другим аккаунтом, который зарегистрирован на сайте CTS Games. Новый аккаунт абсолютно. Ну, называется точно так же Davis666, но регистрировать его пришлось уже не в Steam, а регистрировать его на сайте разработчика. Ну, а об этом чуть попозже. Сейчас хочу рассказать именно про ту ситуацию, которая произошла. Итак, игрушка была заблочена Valve'ом по той простой причине, что компания CTS Games нарушила условия сотрудничества с Valve, а именно со Steam'ом. Нарушила тем, что продавала свою игрушку за 29 рублей, в то время как, судя по соглашению, игра должна была быть полностью бесплатной. Как так вышло? Абсолютно не знаю. Ну, два варианта, конечно же. Я надеюсь, надеюсь, что не хотели обмануть игроков, не хотели срубить вот этих вот легких бабок, хоть и небольших там, 29 рублей, но, скажем так, 100 тысяч человек, например, купили игру по 29 рублей. Вот вам уже и совсем неплохая сумма накопилась. Ну, охота надеяться на то, что обмануть не хотели игроков, а это всего лишь какая-то, скажем так, ошибочка в переводе. Ну, скажем так, трудности перевода может быть, и разработчики просто, скажем, либо не разобрались в контракте, либо плохо его перевели. И, вот, ну, просто, скажем так, ошиблись, и где-то не поставили галочку, и игра была отмечена как бесплатная, вместо того, чтобы, ну, скажем, чтобы отметили, что она стоит какую-то сумму, ну, пусть даже эти самые 29 рублей, что согласен полностью, согласен копейки. Вот, и мне, естественно, пожертвовать 29 рублей разработчикам весьма интересного проекта совершенно не жалко. Вот, если всё по-честному, конечно же, не жалко. Вот, и второй вариант, на который я не хочу даже, знаете, вдумываться, в который не хочу, это то, что хотели всё-таки игроков обмануть. Вот, ну, очень, неохота мне выдавили, конечно. Вот, но итог такой, что стимовские аккаунты, которые были у людей, они сейчас накрылись. И люди сейчас вынуждены регистрироваться по-новой, регистрироваться на сайте CTS Games, или KTS Games по-русски, KTS Online. Там даже называется ООО, это общество с ограниченной ответственностью настоящая. Вот, и обязаны игроки теперь регистрироваться по-новой, создавать новые аккаунты, начинать с нуля. Вот, все, кто создал свой аккаунт в стиме, они, конечно же, свои аккаунты потеряли. Вот, несмотря на то, что люди заплатили 29 рублей, и сами разработчики на своей страничке в стиме, на страничке игры S Zone Online, написали следующее. Что к ним поступило требование Valve, скажем так, убрать игру со страницы стим. А вернее, сам Valve взял и убрал игрушку S Zone Online со страницы стим по причине нарушения пользовательского соглашения с разработчиком. Так как требовал совершить покупки в игре. То есть, игра не бесплатная, а игра оказалась платной. Либо были какие-то внутриигровые покупки в этой игре. Ну, как... Совершенно логично, конечно же. Уже сейчас игра была платной, а стала бесплатной. То есть, сейчас вы заходите в стим, набираете в поиске S Zone Online, и выясняете, что игра не стоит ни копейки. А стоила раньше 29 рублей, и я, собственно, купил ее за 29 рублей, как и большинство игроков этой игры. А те, которые добились уже, скажем, многого. Ну, вот у них сейчас аккаунты накрылись медным тазом, вот и они начинают по новой. По этой причине игра просто не запускалась через стим. В том числе и у меня. Я хотел записать выпуск, конечно же, пораньше, но не мог, не мог. Игрушка просто не запускалась. Нажимаешь на играть, и не происходит ничего совершенно, потому что игра была выкинута из стима на какое-то время. Сейчас эта проблема устранена, но аккаунты приходится делать по новой. Регистрации на сайте игры. Итак. Итак, естественно, буду я продолжать в нее играть. Но вот такая вот временная неувязочка. И, конечно же, не буду я требовать, не буду требовать 29 рублей назад. Потому что, ну, я абсолютно, так сказать, честно пожертвовал эти самые 29 рублей разработчикам. И, надеюсь, на их честность, надеюсь, что они не пытались создать какую-то аферу в стиле Мавроди, а просто-напросто, скажем, ошиблись и не указали, что игра все-таки является платной и что она будет стоить символически 29 рублей. Поддерживать МММ я, конечно же, не хочу. А честно заплатить за труды разработчиков и повлиять на последующие успехи, скажем так, этой игры я готов. Думаю, как и большинство честных игроков, готов поддержать разработчика весьма интересной игрушки. Совсем новой, напоминаю. Ну и, конечно же, в любом случае я желаю этой игрушке только развиваться и расти. Итак, дорогие друзья, это был мой картенький выпуск, посвященный временной невязочке, произошедшей в игре S-Zone Online.